Приветствую, друзья, с вами Зидыч, и у меня новости, в принципе, те, что вы уже видели на сайте улиток. XM803, машина 1971 года, и в этом же году, в принципе, она уже попрощалась со всеми, то есть, если быть более конкретным, в 1972 году было принято окончательное решение закрыть проект. В общем-то, прототип существовал, как я уже подчеркнул, в 1971 году его испытывали, там, конечно, было много новшеств, действительно постарались, поработали над этой машиной, но главные цели не добились, а главная цель была в чем? Правильно, удешевить стоимость МБТ-70. Я напомню то, что когда вот создавали МБТ-70, и получилось там где-то вот на наши деньги 7 миллионов долларов стоимость одного танка, на тот момент это было где-то в районе миллиона долларов, решили, что пора немножко разбежаться, немцы пилили свой Леопард 2, а американцы XM803. Для понижения стоимости танка им пришлось делать гадкие вещи, ну вот одна из них, это, например, замена 20-мм пушки на пулемет 12,7 миллиметра. Оптимизировали расположение модулей в башне, что уменьшило ее стоимость. На танке стоял 12-цилиндровый дизельный двигатель Continental AVCR 1103 с турбонаддувом. Изначально мощность двигателя была 1475 лошадиных сил, но для повышения его, скажем так, надежности решили понизить мощность до 1250, но тем не менее это уже меньше, чем у МБТ-70 на 100 лошадиных сил. Также поработала компания General Motors над автоматом заряжания. Я не могу точно сказать, что скорострельность увеличится, но было бы очень здорово. По основной компоновке и броне машина примерно имеет те же параметры, что МБТ-КПЗ-70, то есть кардинальных изменений нет. И вот знаете, даже страшно подумать, что теперь будет с американской исследовательской веткой. Так-то мы уже знаем, что введут прототип Абрамса, также еще и появится помимо XM1, как вы уже поняли, XM803, а это следовательно будет, ну, может быть, и неудавшийся проект в плане подешевления, потому что там сэкономили всего 100 тысяч долларов. Но по факту получается, что этот XM803 в чем-то даже немножко лучше, кроме дополнительного вооружения. То, что 20-ку убрали, это, конечно, обидно, прискорбно. А динамика практически не пострадала, потому что 22 лошадиные силы на тонну. Вес машины 56 тонн, при том, что мощность двигателя, как я уже подчеркивал, 1250 лошадиных сил. Максималка не изменилась, она осталась прежней, но сама машина будет чуть-чуть медленнее эту максимальную скорость разгонять. Что-то мне подсказывает, что после выхода патча 1.79 по прошествии, там, например, 2-3 недели будет перебалансировка топов, которую, в принципе, я и сейчас предполагал, учитывая ситуацию с КПЗ МБТ-70, которые при том же боевом рейтинге, что, например, те же немцы, Леопард 2К, совершенно неадекватны в своих возможностях. Они, в принципе, по всем параметрам проигрывают. Разумеется, XM803 проблему не решит, тем более, что он достается только исключительно американцам. Это такой же, в принципе, прототип, как, например, Леопард 2К. Я бы не сказал, что это какой-то шикарный ответ со стороны американцев. Но у них, казалось бы, да, уже есть на 9.7 шикарная машина Абрамс. И теперь им еще лучше решили подмазать жизнь на чуть более низких рангах. Это XM803. И это еще не считая прототипы Абрамса, которые тоже должны ввести в патче 1.79. Я говорю сейчас про XM1. В общем, жизнь у американцев на топовых рангах неплохо так налаживается. Ну, как мне кажется. И если остальным нациям не ведут что-то реально крутое, я уже догадываюсь, где в основном будут собираться очереди. За какую нацию стоять в рандом. Кстати, да, по поводу премиумного прототипа Абрамса и британской бахалки. Я не делал на них видосы, потому что хочу дождаться дев-сервера, чтобы уже реально оценить, потрогать и сделать объективное видео, чтобы сказать вам, годно или нет. Так что, если лишних денег не имеется, дождитесь моих комментариев после дев-сервера. В принципе, на этом все, что я хотел сказать. Поддерживайте видео пальцем вверх, подписывайтесь на канал. Пользуйтесь ссылочкой в описании под видео, если хотите что-то задонатить, купить с небольшой скидкой. В общем, друзья, всего самого хорошего, отличного настроения и увидимся в новых видосах. Пока!